Я хочу вам объяснить одну маленькую вещь, для чего вас всех собрать. Мы хотим вам рассказать о формировании так называемых бригад 2-й и 4-й, о том, что происходит на самом деле, и чтобы вы понимали, за что вы воюете. Многие из вас задают вопрос, почему мы не идем вперед. Я вам объясню. С мая месяца, по сегодняшний день, в нашем полку погибло 24 человека. У Алексея Мазгового с мая месяца, на сегодняшний день, 372. Ощутите эту разницу. Воевать можно по-разному. Можно просто крикнуть вперед и пойти, и положить весь личный состав. Те, кто помнят двор Контрацит и штурм границы, когда я всех развернул, сказал, мы не пойдем, не подчинился прямому приказу. Если бы этого не было, многих из вас в этом зале бы не сидело. И меня в том числе. Те, кто там был, это помню. Вот то же самое я могу сказать и про бригаду. Очень хорошо формировать вторую и четвертую бригаду в городе Лугарск. Очень прекрасно приехать на передовую на один день, пострелять, убежать, а потом сказать, я воевал. И пойти мародерить, забирать дома, квартиры и все остальное. У нас этого не будет. Это наша с вами земля. И нам тут жить. После войны. После того, как мы победим, нам это все восстанавливать. Не кому-то другому, а нам с вами. Поэтому мы не будем ни грабить, ни убивать, ни куда-либо вступать. Я прошу встать тех, кому нужны деньги за свою службу Родине. Я хочу их просто увидеть. А мы стоим, да. Нам просто стулки не поставят. Смотрите, все знают историю с Медведем, да? Ни для кого не секрет. Вот здесь сидит Ира и Мари, которым он кричал, зайдут русские и вас хохло въебанных перережут. То, что вы воевать не умеете, вы быдно. А вот мы, россияне, вы люди. Все видели, какие они люди? Да, трусы, носки чужие. Деньги с банка. Мотоциклы чужие, набитые деньгами, вывозят в Российскую Федерацию. Вот это мы люди. Поградить, поубевать, это да. Повоевать, нет. Это я говорю конкретно за Медведя, а не за всех россиян, которые тут присутствуют. Я привык так, если я пришел воевать, то хочу сказать, что у меня что-то есть, посмотрите. Как говорит Женя, он точно это знает, у меня только овец под ногтями тушить не будет. Ну и еще пару комплексов, говорю. Смотрите, каждый из вас сделал свой вывод, да? Никого из вас в казачество не надо. Никому, ни одного из вас. Каждый из вас писал добровольно заявление в это казачество. За каждого из вас я могу рассказать, ну, стойте, что ли. Он сидит, улыбается, бар, да? Бас он выйдет и сидит. Я все знаю, то, что мы вместе когда-то проходили. И он мне когда-то подъехал, что я буду давать спектакль, ну-ка, я взял. Смотрите, ну, вот мы живем все по этому такту, по одной простой причине. Потому что мы с вами братья. Для меня вы все одинаковые, я для вас тоже одинаковый. Все знают, да, я до сих пор служил в ту же разведку, я не чураю все это. Я поднимаю все это. Есть хорошее выражение, если я что-то умею делать хорошо, я это буду делать. У нас, многие из вас достойные, не знаю, все помнят, в Перевальске, когда-то на параде мне вручили звезду. Вот сейчас я к вам обращусь с одной просьбой, это лично моя просьба. У меня скоро день рождения, и я хочу, чтобы мне сделали подарок. Смотрите, эта звезда, она не моя, она ваша. И я прошу вас на разрешение прикрепить ее на знание полка. Я ее все равно носить не буду, так как это ваша звезда, а не моя. Эту звезду мы заработали все, каждый из вас. Тем, что мы делали, и тем, что мы продолжали делать. Я вам расскажу, есть секретный формуляр в ЛСУ, это вооруженные силы Украины, где написано, лиц, служивших в первом казачьем полку имени Клакова, в плен не брать. Ура! Теперь коснемся чуть больше бригады, второй и четвертый. Ну все прекрасно понимают, кто туда входит. Расскажу вам маленький такой пример. Сегодня мне лично, говорят, это вышло 3 дня назад, но показали мне это сегодня. Дмитрий Александрович, Бэтмен, да? В интернете рассказывал, как он на Бахмутке спалил 8 танков. Это те самые 8 танков, которые спалили наши артиллерии, люди Балтийника, да? И об этом знают подтверждение Тамбова, и все остальные. Но им нужно пропиариться, показать, что они что-то делают. Они звонят тут, говорят, расскажите обстановку. Мы вам снарядов дадим. Мы им рассказываем обстановку, они докладывают в Москву, что они что-то сделали, а сами сидят на жоперном. Вот представьте, не станет нас слабим. Они также будут сидеть в Луганске, докладывать обстановку. Кто будет прорезать этим? Пидармештан, как говорил Виктор Федорович. Кто будет им противостоять, объясните. Им нужно расположение, что-то еще. Вы живете в окопах. Подумайте, разница для них и для вас. Каждый осознает. Если кого-то сманят деньги, я вам приведу один пример. Здесь присутствуют россияне, задайте им вопрос. Те, кто был во первой в Чеченской, деньги свои получили. Я вам могу авторитет назовить. Нет. И никакие решения суда не работают. Вот то же самое будет и здесь. Не в деньгах счастья, а в вашей совести. То, за что вы боретесь. Если вы боретесь за деньги, ну вы банальные наемники. Вы боретесь за Родину, за то, что вам нужно. За то, что я вам уже говорил. Пока мы не вернемся, минимум, в Северодонецк, я не успокоюсь. Хотя мне это уже порядка, все надоело. Пока я не вернусь до Северодонецка и не отдам долгу, я не успокоюсь. Как и многие из вас. Я так смотрю, полтинник снылся. Да, ему тут нет, блядь. Я его еще в глазах не помню. Он сторож, да-да-да. Он говорит, я от этого цирка избавлюсь. Я знаю. Вот я знаю, что он мечтает вернуться до Северодонецка. Но если я ему поставлю задачу стрелять по окраине до Северодонецка, он это сделает. Как бы мы не хотели, это война. Как бы мы этого не хотели, вы видите, что делают они. Они бьют по инфраструктуре, да. Газовые трубы, все эти электропередачи. Мы с вами переживем. Мы не такой переживем. Простым людям будете жили. Вот поэтому каждый должен для себя решить, за что он выиграл. Каждый. Многие здесь присутствующие на Иване Улюхи Лешева. Еще где-то там. Некоторые у Алексея Мазового. В итоге мы оказались все здесь. Как будет, жили, это самая большая психиатрическая больница в мире. Вы знаете, вот вами всеми можно гордиться. Но, несмотря на это, теперь, как говорится, здравия, придем за упокой. Нужно забыть такие вещи, как мородился. Я всем спиной у рта доказываю, что наш полк не мородил. Выезжает медведь, мы наблюдаем совсем другую карту. Открываем машину и наблюдаем. Женские трусы, носки и вся хуйня. Вывозится целый магазин. Ради чего? Ну, продажь-то эти трусы. Получишь эту голимую штуку бацал. Насколько у тебя ее хватит? Если по-жигански отдохнешь, ну на сутки. Если по-строгному, ну на пять. А ссоришься? Сам себе как будешь смотреть в глаза, в зеркало, на себя? Не кто-то сам к себе относится как будешь. Еще один вопрос, и это должны мы решить все вместе. Давайте примем одно решение. У меня есть предложение. Я попрошу вас за него проголосовать. Те, кто уходят с нашего полка, назад не принимаются. Те, кто запрошу поднять руку. Люба! 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 Как спросил? Кто такая Люба? Я не знаю, что я помню. Не, без дождя будет скучно война, я вам честно. Это первый человек, который у мадреца приехал в Суркову на день выбора. Мало того, что наш доблестный южный блокпост его не пустил. Сказали вы, кто такой, нахуй отсюда. Нас вызвали в Луганск, больше стоит напротив них, я говорю, не пойму, это вы воняете, у меня воняется. Человек абсолютно адекватный. И таких у нас внуков. Теперь смотрите, опять возвращаемся к медведю, к истории. Вот это раздача оружия. Я там удал то, я там удал это. Не, ребята, у нас есть оружейщик, да? Есть оружейник. И есть общее понимание, что надо делать. Вот извините, как бы это глупо ни звучало, но мне виднее, кому быстрее нужно дать оружие. По одной простой причине. Всю картину видно только вверху. Хотите вы этого или нет? Я готов с каждым из вас прямо сейчас вот здесь поменяться местами. Это не слова. Те, кто со мной был, видеть. Я могу сесть в окопы, нормально сидеть. Вопросов. Мне некоторые даже вот прямо сидящие гоняли за это недавно. Да, это было такое. Вася, сиди, если он высоко залез, я вижу. Ну вот такие дела. Смотрите, теперь Богу мне так объяснил. Во все, что мы с вами одеты, это сделали мы. Все, на чем мы ездим с вами, это сделали мы. Даже то, что стреляем мы с вами, из чего, это сделали мы сами. Никто нас целенаправленно не снабжал. Никто нам целенаправленно ничего не дает. Мы просто хотим это делать и делаем. Каждый делает то, что может и вносит свою лепту в это дело. И вот только все вместе мы с вами селим. А вот эти кучки, знаете, там, вот то, кто, это все не то. Вот одно целое, это сила. Это громадная сила, которую боятся вся Луганская область и вся Украина. Мы просто, вот, вам сегодня маленький пример. Приехал целый министр транспорта и энергии. И говорит, отпустите, пожалуйста, вагон на Южный блокпорт. С ним 27 человек. Мы трое. Блин, иди нахуй. Это идет на укропе, мы не пропустим. Ну как, есть приказ платнивства. Да в рот ебем этого платнивства, вези сюда его. А они убежали. Они не хотят говорить человеческим языком, мы их научим. За последнюю неделю, вот хотелось бы узнать, в день выбора нам с Евгением Борщенским сказали официально пришло 67 миллионов гривен на выдачу зарплаты учителям и пенсионерам. Ой, учителям и врачам пришло врачам. Вчера нам Ена Циркала, это премьер-министр, заявляет. Выдали 7,54 пропало. Ну так, пропало. То ли испортились, то ли исчезли, до сих пор разбираются. И если нас с вами не будет, так будет везде. Так будет в каждой деревне, будет все пропадать. Пришли большие воры, чем были, хотим мы этого или нет. В ебаная га сидят те же, кто сидели, да, блядь, того, как мы им скинули. Те же рожи, на манеже одни и те же. Блядь, посмотрите, они там, блядь, ну они просто там охудели. Я им звоню, говорят, тут 5 городов без света вернуешься. Им похуй ушел, земла на улице. Что люди, говорят. У нас сегодня день начался, да, ну вот это вот, командиры вашей знают. Того, что мы думали, как, блядь, восстановить воду, как восстановить свет. Не за войну, нет. Мы думали, как людям сделать проще. А потом уже начинаем думать за войну. По одной простой причине. У нас сидит мыль в городе, блядь, нами же назначено. Заместитель его, Вася, блядь, ебан. Мы достаем с большого 15 тысяч буханок хлеба, пришло из них 12. И мы ищем их по городу, чтобы объяснить им, что на утро нужно организовать раздачу. Приходит начальник пресса и говорит, у нас лежит одна линия электропередачи. Я вместе с линией, говорю, мы пошли. Я не поеду в связи, говорю, пошли. Мы идем по этой линии, она вся целая. Им в паку было зайти на подстанцию и поднять рубин. А линия вся целая. Поэтому нам с вами придется делать их работу. Хотим мы этого или нет. Выбора у нас другого с вами нет. И люди в нас с вами верят.